Голограмма события Чтобы что-то произошло на физическом плане, сначала на тонком формируется голограмма события. Брядущее, готовое вот-вот реализоваться, висит в виде голограммы в эфирном плане. И, естественно, уже может быть ощутима нами. Те, кто имеют открытые каналы интуиции, могут получать эту информацию в любое время. Для большинства же информация о грядущем доступна только во сне. Универсальный язык, с помощью которого мы воспринимаем информацию с другого измерения, язык символов коллективного бессознательного, так называемые архетипы. Та же действия, совершаемые нами в снах, архетипичны. Поэтому, толкуя сон, важно выделить в нем архетипы, архетипичные действия и предметы, которые являются лишь фоном сновидения. Этот процесс напоминает археологические раскопки, когда археолог отметает, отскребает породу, в которой спрятан ценный артефакт. Наблюдая за своими сновидениями, вы увидите архетипичные знаки. Но это только первый шаг. Присутствие предмета архетипа во сне – это только указание на его актуальность в нашей жизни. Но, чтобы правильно растолковать сон, нужно понять, как этот архетип проявит себя наяву. В противном случае, вам будет казаться, что сны не сбываются. Пример. Яблоко – символ семейных раздоров. Но если приснилось яблоко, это только свидетельствует, что в семье не все в порядке. Если вы берете яблоко или кусаете, то действительно будут семейные проблемы. Чем красивее яблоко, тем большая проблема. Если же вы выбрасываете яблоко, разрезаете, либо моете, то наоборот, наяву избавитесь от семейных неурядиц. Получается, что видеть яблоки можно и к приятным семейным новостям. Такой же алгоритм толкования и с другими предметами-архетипами. Если во сне вы моете мясо, режете, делаете фарш или выбрасываете, то это является предвестником избавления от больших неприятностей, имевших место ранее. В сновидении важно, имеет ли место контакт с предметом. Пример. Женщина находится в больнице в связи с тремя очень неприятными диагнозами. Ей снится сон, что она дрессировщица в цирке. К ней на арену выходят пума, тигр и леопард. Они рычат, их вид приводит в ужас. Дикие звери во сне – это опасности и враги наяву. Но спящая спокойно подходит и садится на них по очереди. Леопард подчиняется ей легко. Потом она садится на тигра и, набравшись мужества, с трудом, много седает на пантеру. Пума рычит, но подчиняется. Проснувшись, женщина узнала, что результаты анализов хорошие. Только по одному из трех диагнозов придется некоторое время наблюдаться у врача. То есть звери-то приснились, но ее действие оседлало, избавило ее от проблем. Помимо коллективных архетипов, в снах присутствуют и личные. Это то, как мы лично к чему-то относимся, как бы классифицируем для себя. Они иногда вводят в заблуждение. Пример. Пара ждет ребенка. Отношения у них достаточно напряженные. У женщины тяжело протекает беременность. Для мужа проблема больше уделять внимание жене, занимаясь бизнесом. Мужчине снится сон. Утром он выходит на улицу и видит, как несут гроб. А в гробу женщина, которая раньше была его соседкой по дому. На его наступившем дне его супруга разрешилась от времени. Посоннику гроб для семейных прибыли. Сам в гробу. Завершение долгого тела. Друг в гробу. Новость о его успехах. Мы видим здесь и новости об успехах. Жена родила и прибыль в лице новорожденного и завершение долгого дела. Только в гробу супруг увидел не жену, а соседку. Потому что 9 месяцев были для него испытанием. Он воспринимал жену как соседку, которую надо терпеть, раз так сложились обстоятельства. То есть его бывшая соседка по дому стала для него символом женщин-соседок. Человек – это многомерная энергоинформационная система. И сны содержат комплексную информацию о всех процессах нашей сложной организации. На сны влияют как психологические, так и биологические и духовные процессы. Биологическая составляющая проявляется активно у всех людей, поскольку физическое тело всегда дает о себе знать. И это очевидно. Если включается биологическая составляющая, может казаться, что сны не сбываются, потому что в них нет архетипов, а лишь сигналы нашего физического тела. Например, если во сне женщин ощущают ласки или поцелуи, это архетип, предвещающий наяву измену или разлуку. Но у женщин накануне месячных происходит увеличение концентрации женских половых гормонов и увеличение притока крови к области малого таза. По этой причине ей могут сниться интимные ласки. Так биология вмешивается в сновидения и перекрывает поток информации, передающийся архетипами. Увидев этот сон, спросите себя, не предмесячный ли это синдром. Или достаточно вспомнить наш детский сон, где мы садимся на свой любимый горшок, расслабляемся и просыпаемся в луже. Конечно, ни горшок, ни писать здесь не являются архетипами. Просто наш мочевой пузырь подавал нам знаки, которые ум тут же выстроил в сновидении. Во сне мы путешествуем во времени и общаемся с теми, кто каким-то образом связан с нашими психическими проблемами. Мозг переставляет больше неактуальные файлы, хранящиеся в нашей памяти. Если мы сознательно идем по пути духовного преображения и коренным образом трансформируем свое мировосприятие, то происходит переписывание прошлого внутри нашей ДНК и в результате корректировка судьбы. В этом не только психологическое, но и духовное составляющее сновидений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok